Ммм, огромное мороженое клубничное. Ой, хотя вроде мама же меня, это, за хлебом отправила. Наверное, ничего страшного, если мы пообедаем попозже, да? Сейчас окунусь и снова за дело. Я должна поймать этого злобного гнома. Водичка просто супер! Купается? Ну купайся, купайся. Что там она нам говорила? Хочет поймать этого злобного гнома. Посмотрим, как она это сделает без своей одежды. Кажется, я слышу знакомый смех. Ах ты злобный коротышка, ты куда понес мою одежду? А ну стоять! Да-да, ага, ага, в купальнике побежишь меня догонять. Прощай, Аленка, жди, когда твои подружки тебя спасут. А эту одежду я унесу. Ах ты, ах ты, злобный тролль! И как я, как я в купальнике теперь по городу пойду? Нету здесь чего-нибудь. Ну в принципе, если взять вот эту сумочку, то не очень-то видно, что я в купальнике. Хотя, очень даже видно. О, мальчик! А? О, ты кто? Что? Что тебе нужно? Ой, стой там, не подходи близко. Мальчик, мальчик, как тебя зовут? Меня Макс зовут. А тебя? Меня Аленка. О, ты так похожа на Аленку из сказочного патруля. Ага, здорово. Это и есть я. Мальчик, мне нужна твоя помощь. Злобный тролль унес всю мою одежду. Я теперь не знаю, как передвигаться по городу. Не пойду же я в купальнике. Украл твою одежду? Ха-ха, ничего себе. А я-то чем тебе смогу помочь? У меня ничего нет. Если я отдам тебе свою одежду, тогда я и не смогу сходить за хлебом. А мама его очень ждет. Уже полдня. Мальчик, мальчик, я тебя умоляю. Придумай что-нибудь. Я тебя отблагодарю. Ну как, пока не знаю. Мне очень нужна какая-нибудь одежда. Ну, сможешь мне помочь, а? О, Аленка, я так-то не знаю. У меня, конечно, есть старшая сестра. У нее есть какая-то одежда. Может, тебе и подойдет. Только тебе нужно немножко подождать. Потому что мне нужно сходить за хлебом. Без хлеба меня домой не пустят. Хе-хе. Ладно, ладно, хорошо. Только, пожалуйста, помоги. Я тебе... Здравствуйте. Можми буханку хлеба. Одну белого и одну черного. Мальчик, к сожалению, нельзя. Весь хлебушек уже разобрали. Следующую партию привезут через час. О, что? Ну вот. Целый час. Эх, что делать? А, ребята, Аленку спасать надо. И без хлеба домой не появиться. Эх, что об этом мороженое. Нужно было сразу за хлебом бежать. Ладно, надо Аленку спасать. Эй, эй, ты где? Ты еще тут? Да, тут. Куда я денусь, купальники? Ну что, купил хлеба? Принес мне что-нибудь из одежды? Да нету там хлеба, ничего я не принес. Давай, я тебя буду прикрывать, а ты за мной этот будешь шагать. И так до моего дома дойдем, а там что-нибудь придумаем. Только надо незаметно, чтобы меня тоже не увидели. Вот так, прячься, пойдем давай. Так, ну вот, вроде все получилось. Аленка, сиди здесь, если кто идет, залезай в шкаф. А я быстро до Кати на комнату и обратно. Хорошо, спасибо тебе, Макс, все понятно. Макс, ты уже пришел? Где хлеб? А? Кажется, мама его идет. Надеюсь, шкафон у меня не найдет. Нет, ну посмотрите, он еще не пришел. Макс, уже ужинать пора. А он за хлебом с утра ушел. Макс! Не дай бог ты где-то прячешься. Отправь Макса за хлебом и пообедай послезавтра. Оля, Еви! Ага. Ой, да, скоро в школу. Ага. Так жалко, что каникулы заканчиваются, да. Ага, сходила бы прямо сейчас, погуляла бы. Куда? А то я не знаю, как мне для Аленки одежду у Кати взять. О, отлично, должна подойти. Равно, аккуратно и тихо. Эй! Ой, Еви, подожди! Макс, а ты куда? Куда ты собрался мою одежду нести? Эй, Катя, да мама просила постирать. Вот я собрал одежду, несу, маме стирать. Еви, я тебе перезвоню. Стоять! Эй, Катя, ну что непонятно, у меня некогда, надо бежать. Платье отдай и беги, я сейчас пойду гулять. Они у меня вообще-то чистые, и мне нужно выбрать, в чем я пойду. Давай сюда, неси свою грязную одежду, у тебя ее что, мало что ли? Моя чистая в шкафу лежала. Ой, да ладно, на, на, я просто помочь хотел. Забирай свои платья. Спасибо, Макс, спасибо за помощь. Аленка, Аленка, ты здесь? Аленка, ушла что ли, куда? Аленка, тук-тук-тук, это я. Макс, я здесь, у тебя мама приходила, ну что, принес одежду? Нет, у меня сестра заметила и все-то брала, и не знаю, что с тобой делать. Я не знаю, давай свою одежду. И свою не могу, мама мою все постирала. Катя, ты что, разбираешь шкаф? Отличная идея, прибраться на каникулах. Ты, кстати, Макса не видела? Мам, это как раз Макс и помогает мне прибираться, ты представляешь? Я сижу, разговариваю по телефону, он такой подкрался, и из шкафа у меня всю одежду достал, и хотел убежать. А я его остановила, говорит, мама хотела одежду постирать. Ах, как это? Зачем ему твоя одежда? И почему он вообще дома, а хлеба нет? Я его за хлебом вообще отправила. Макс и одежда Кати. Что за дела? Ничего не понимаю, Макс, я знаю, что ты дома, выходи. Саша, ты Макса не видел? Нет, Даша, не видел. Как за хлеб у него с утра отправили, так больше и не видел. А он, оказывается, дома. У Кати одежду из шкафа хотел куда-то унести. Платья, юбки, кофточки там всякие. Ничего не понимаю, что могло с ним произойти. Как это? Одежду для девочки хотел унести. Даша, нам нужно с ним поговорить. Я с тобой согласна, Саша, но для этого нам нужно его изловить. Макс, ну что, ты не сможешь мне помочь? Эх, прости, Аленка, я не знаю, где взять тебе одежду. Хе, слепить. О, кстати, у меня есть отличный наборчик. Посмотри, сказочный патруль, волшебное тесто. Инструкция, сказочный патруль, как слепить костюм для Аленки. Вот, смотри, прямо из пластилина. Из пластилина? Ну так-то ничего себе идея. А ты умеешь? Если умеешь, слепи. Мне очень срочно надо. Так-так-так-так-так, я постараюсь. Юбка будет вот такая. Давай, готовься мерить, я сейчас все сделаю. Так, юбка готова, можешь идти мерить, сейчас кофту сделаю. Хм, прикольно. Макс, отлично, юбка мне подошла, давай кофточку. У тебя отлично получается. Спасибо, Аленка, Майка уже готова. Иди мери, я пока отойду и закрой глаза. Да-да, ты там не подглядывай. Как же здорово, круто, Макс, спасибо. Уже так я могу идти искать этого злобного эльфа. Аленка, да не за что. Как тебе идиот. Там это, еще украшения, еще рукавчики можно сделать, еще ремешок, еще всякие штуки, чтобы было вообще на твой костюм похоже. Давай, я продолжу. Еще? Ну, я даже не знаю, у меня как бы времени нет. Да ладно тебе, я сейчас быстро. О-оу, по-моему кто-то идет. Здравствуйте, приехали. Ой, а кто это у нас? Макс. Ты что, пригласил девочку в гости и никому не сказал? Здравствуй. Ой, здравствуйте. Да нет, он мне помогал. Ваш сын, Макс, он мне очень помог. Просто один злобный эльф или трой. Украл мои одежды у бассейна. А Макс вот помог, сделал мне из пластилина. Хотел у сестры взять, но не смог. Что-что? Макс тебе помог? Макс, это что, из пластилина? И правда? Как прикольно. Макс, да ты молодец. Только хлеб где? Э, мам, я пришел, там его не было. Сказали через час подойти, я сказал хорошо. А тут вот это... Извините меня, пожалуйста, это я его отвлекла. Без меня бы он давно уже домой и с хлебом пришел. Но случилась у меня такая беда, а помощи не от кого было ждать. А тут вот Макс пришел и мне помог. Это же очень хорошо. Ой, ну ладно, да, без хлеба обойдемся. Главное, что Макс помог, а не мимо прошел. Еще и одежду придумал сделать из пластилина, представляете? Здорово. Аленка, а ты вообще из нашего города? Нет, просто я здесь со своими подружками по делу одному, проездом. На недельку у вас задержимся, а потом дальше. Ага, все понятно, но заходи в гости, если что. Тебе может это, дать все-таки Кате на платье? Не из пластилина-то скачивать. Да нет, спасибо, мне это очень нравится. Макс еще обещал приделать всякие штучки, чтобы было похоже на мой костюм. Так, все, я больше не могу думать о том, зачем Максу одежда для девочки. Макс, а ну признавайся, зачем... Ты брал одежду Кате. Э, я не вовремя, Даша, да? Э, Саша, это Аленка, она пришла к Максу в гости, он ее очень выручил. У нее в бассейне кто-то украл ее одежду. А, так вот оно что, вот зачем тебе была нужна одежда Кате. Молодец, Макс, нужно помогать. Фу, ладно, я пошел, а то я тут это, чуть с ума не сошел. Ну ладно, Макс, Аленка, не буду вам мешать я. Макс, какие у тебя замечательные родители, давай я буду тебе помогать украшать мой костюм. Еще 10 минуточек, и я должна убежать. Так, красный воротник, что там дальше по инструкции? Макс, ничего, что я тут немножко переделала, из юбки сделала шорты, мне в них удобнее бегать. Ничего, как тебе удобнее. Ой, все, Макс, спасибо, спасибо тебе за все, должна бежать я. А, как уже? Аленка, ты хоть в гости заходи. Хорошо, Макс, я обязательно зайду в гости перед отъездом из вашего города, а сейчас у меня важные дела. Злобного тролля-то я так и не поймала. Ты очень хороший мальчик, пока-пока. Пока, Аленка, ты мне это тоже понравилась. Макс, какая еще Аленка, ты что, ты с кем разговариваешь? Катя, да я тут это, в бассейне встретил Аленку, эту из сказочного патруля. Ну вот, она только что была у меня, и мы ей костюм делали, потому что тролль у нее одежду украл, представляешь? Эх, как было весело. Что? У нас дома была Аленка из сказочного патруля, и ты мне ничего не сказал? Ты знаешь, как долго хотела с ней познакомиться, я Макс. Ты хоть телефон у нее взял? Телефон? А, точно, можно было бы уже взять телефон. Эх, Катя, да я растерялся, но она обещала зайти к нам через недельку перед отъездом из нашего города. Тогда вместе чай попьем, телефонами обменяемся и адреса друг друга возьмем. Ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, пальчики вверх, подписывайтесь на канал Дариналка ТВ и смотрите новые мультики. Пока-пока. Детский канал Дариналка ТВ представляет. Подпишись на канал Дариналка, смотри мультики с нами.